Девушки с кудрявыми волосами Девушки с прямыми волосами говорят Ветер, солнце, ветер подул, волосы вздыбились Во-вторых, электризуются часто Даже когда мы создаем какие-нибудь красивые укладки Кстати, весна, лето, в моде всегда какие-то косы, хвосты, отдельные пряди Волосы с блеском, можно затянуть тугие пучки То мы часто используем воск для волос Либо специальные какие-то средства, которые помогают нам эти прядочки сделать блестящими И как бы укоротить Но очень во многих средствах, как мы уже знаем, содержатся такие вредные вещества Вплоть до ацетонов, до аммиачных каких-то соединений Которые не просто неполезны для наших волос Но зачастую даже ведут к нехорошим заболеваниям И очаковым облысениям И пересушивают кожу, пересушивают волосы Поэтому, ты знаешь, есть в домашней косметике огромное количество на самом деле Всевозможных бальзамов, тоников и восков для волос Сегодня мы приготовим воск, который поможет нам в двух вариантах Если мы нанесем его на чуть влажные волосы, распределим на ручках, по кончикам Он склеит наши чешуйки волос Волосы будут блестящие, гладкие, защищенные А если мы будем наносить его на сухие волосы Можно моделировать каждую прядь и делать очень красивые прически Вот нам необходима водяная баня И на нашей водяной бане сейчас мы будем растапливать воск Обычный пчелиный воск, он такой желтого цвета Его можно бросить кусочком, а можно вот так вот потереть на терочке То есть нам необходима столовая ложка воска пчелиного А это мы натираем для того, чтобы он быстрее растопился? Да, он быстрее растопится и его легче отмерять Потому что когда он кусочком, брусочком, то приходится часто пилить, ломать, крошить, нарезать Это не всегда удобно Вот у нас воск растапливается Мы пока с тобой приготовим вот такой баночке Следующее средство, которое нам помогут Мы возьмем экстракт амлы Амлы? Амла это переводят в такой кружевник Это растение распространено на Востоке, в Индии, в Азии И вообще в арабских странах его, ну это просто вот как у нас обычный родной кружевник Его употребляют и используют очень часто В качестве косметологии это древнейшее средство И его добавляют, используют как для кожи, но по большей части используют амлу Для приготовления средств для волос А вот это какая часть растения амла? Это измельченная часть листов и часть молодых побегов Но мы с тобой сегодня будем использовать масло амлы Его можно купить и приобрести в магазине В интернет-магазине сейчас их очень много Стоит вот бутылочка небольшая, около 20 гривен И также нам понадобится сок сельдерея Наземной части сельдерея Наверное, очень хорошо для волоса Он помогает волосам сохранять блеск Он создает такую легкую пленочку, он питает волосы очень здорово И придает живость и эластичность волосам Мы берем столовую ложку и одну чайную ложку масла амлы А если не найдется масло амлы, можно его чем-то заменить? Ты знаешь, можно заменить, например, маслом авокадо или маслом жжоба Полученную смесь мы вот так вот перемешиваем Добавляем туда одну столовую ложку масла авокадо Воск растопился Мы его снимаем Ждем буквально, помнишь, немножечко-немножечко, чтобы воск подостыл Соединяем это с экстрактом амлы и маслом Хочет воск свернуться и застыть Да, а он и должен застыть Он у нас получится достаточно твердый Он не должен быть жидким И пока он у нас не застыл окончательно Мы добавляем 8-10 капель любимого масла эфирного Можно добавить масло лаванды Масло лаванды даст блеск волосам, закроет чешуйки Можно добавить, например, я очень люблю апельсиновые масла Масло апельсина, масло мандарина Да, они помогают волосам сохранять блеск И также закрывают чешуйки И посмотри, чтобы не было комочков Пока теплое масло мы тщательно Быстро-быстро перемешиваем Можно, кстати, использовать наш любимый Помнишь, маленький блендер косметический? И переливаем такое масло Бальзамчик, воск Пока еще тепленький Пока тепленький Переливаем в баночку, в контейнер В котором мы будем хранить его Закрываем плотненько крышечкой Все, наш воск готов Как мы ним пользуемся? Если мы хотим, чтобы наши волосы береглись от секущихся кончиков Чтобы они были, не пушились Но при этом не имели какого-то такого воскового и жирного блеска Которые не имели такого стайлингового эффекта Да Мы берем вот такой горошины Хватает на, например, волосы такой густоты, длинные, как мои Ого! Да, то есть такого средства вам хватит очень надолго Мы наносим на ладошки Закрываем Греем Так, а пока ты греешь Я с твоего позволения немного отвлекусь Знаешь, Надюшечка, ты пьешь А я не могу У меня уже руки греют волосы Я думаю, что ты насладишься немного позже Все начинается с Нес-кафе И этим воском мы прорабатываем волосы просто вот так вот Сухие, да? Влажные, влажные, если мы хотим сохранить, просто закупорить И вот так вот как бы втираем по волосам Начиная от серединки И туда кончиком совсем-совсем-совсем Сушим волосы так, как мы привыкли Укладываем так, как мы хотим Если мы хотим зафиксировать и сделать прическу какую-нибудь С такими фиксирующими прядями Какими-то блестящими, гладкими То мы каждую отдельную прядочку Таким воском на ручках обрабатываем Вот таким образом То есть мы берем одну прядь, например, да? И вот ее как бы выглаживаем Прочесываем ее расчесочкой И выкладываем ее в такую прическу Так, как нам этого хочется Волосы сохраняются Волосы не обламываются Волосы остаются блестящими, здоровыми, замечательными Главное просто смотрите, не переборщите Для того, чтобы не получить эффекта тяжелых волос Если, кстати, у вас воск получился достаточно плотный И вам бы хотелось, чтобы он быстрее таял То его очень легко исправить Вы этот же воск снова разогреваете на водяной бане И добавляете туда немножечко больше Ложечки сока алоэ, сока сельдерея Или базового масла для волос И от ваших послушных, блестящих волос Все будут просто в восторге Для приготовления воска для волос Необходимо на одну столовую ложку Желтого пчелиного воска Который мы растапливаем на водяной бане Добавить по одной столовой ложке Масла базового жидкого авокадо Масло или экстрата Одну чайную ложку омлы А также чайную ложку сока сельдерея На земной части Соединить растопленный воск с маслами Тщательно перемешать и добавить 8 капель Любимого эфирного масла Лучше всего для блеска и ухаживающее масло Выбрать лавандовое Либо масло мандарины или апельсина Наносим воск на Либо же разогревая между ладонями На влажные волосы Начиная от кончиков Либо же делая стайлинг Нанося на сухие волосы отдельные пряди Что еще мне очень нравится в этом средстве? Оно полезно для наших волос? Не просто полезно С этим воском для волос Очень легко можно за лето отрастить косу Спасибо тебе, дорогая